Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами сделаем расклады для дорогих моих раков и колесниц. Для раков, те, кто рождены с 22.06 по 22.07, это у нас раки. И колесницы, это промежуточный пограничный знак между раками и львами. Все, кто родился 22.00, 23.00, 24.00, 25.00 июля, а также несколько дней до и несколько дней позже, это колесницы. Здесь четкого определения нет, четких границ для колесниц нет. Это вы должны чувствовать интуитивно. Точно так же я предлагаю дорогим моим ракам посмотреть предыдущее видео и пограничный знак между близнецами и раком. Корабль, это все те, кто родился 20.00, 21.00, 22.00 и 23.00 июня, а также несколько дней до и несколько дней позже. Но сейчас мы с вами будем гадать, дорогим моим ракам, на февраль и март месяц, на два месяца 2020 года. Гадание будет называться «Гороскоп. 12 домов. 12 сфер жизни». Мы с вами посмотрим. Первая карта. Первый дом. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Так. Вот она, эта карта. Десятый. Одиннадцатый. И двенадцатый. Давайте посмотрим, что у нас здесь получилось. Так. Первый дом. Это личность. Это внешнее, это физическое проявление. То, как вас видят люди. Вы видите карта кораблик. Человек, который любит путешествовать. Человек такой легкий, комфортный. И раки, видите, вы водичка, и вам выпала такая водичка. Действительно, вас будут видеть такого человека, который легкий на подъем, который, которому, может быть, предложили, да, вот давай поедем туда-то, сходим. Да, пожалуйста. Вот легкость такая, веселость, радостное настроение. Потому что кораблик, это всегда какое-то путешествие. Это познание чего-то нового. Это стремление узнать, да, и стремление изведать какие-то еще не увиденные страны, да, или места. Вот вас будут именно такого позитивного человека видеть, путешественника, счастливого. Человек, который рвется к познаниям. Вот такой вот внешний вид вы будете производить в феврале-марте. Второй дом, второй это ценности, самоценности, это деньги, а также расходы. И вы видите здесь карта тучи. Февраль-март, не могу вам сказать, что у вас будет много денег. Такое, знаете, напряженное, тяжелое будет состояние финансовое. Поэтому, если вы смотрите это видео до февраля заранее, поэтому готовьтесь, отложите что-нибудь на февраль-март, сильно не тратьте деньги. Оставьте какую-то сумму, чтобы на прожиточный минимум. Вот так бы я сказала, потому что с финансами тут будет напряг, конечно, в эти два месяца. Март. Ой, я извиняюсь. Февраль-март, говорю, третий дом. Ну, знаете, оговорочка по Фрейду, я тоже говорю, в марте что-то подарок какой-то будет, а может быть предложение какое-то будет, вполне реально. Смотрите, третий дом. Это братья, сестры, соседи и общение. Ну, конечно же, у вас будет чудесное общение с вашими братьями, сестрами и соседями. Еще вот подарок, я не зря сказала, Март, да, все, кто хочет купить машину или поменять машину, купля, продажа машины, ремонт машины, эта карта, да, будет вам счастье, вы сможете реализовать свои все задуманные мечты, которые касаются именно автомобилей. Это вот третий дом, это передвижение, это хорошая карта, очень хорошая. Теперь давайте посмотрим четвертый дом, дом матери. Это дом привычки, безопасности. И вы видите такого друга, и даже дверь открытая. Дом вашей матери всегда открыт для вас, очи дом. Ну, очи это вот больше, вот десятый идет, четверка это мама, дом матери больше идет. Поэтому, если вы хотите, и знаете, вот здесь показана собака, да, вот дом матери, мать, вам как друг, вы с ней можете советоваться. Февраль, март, это она вас выслушает всегда, поможет, подскажет, всегда ждет вас, вам будет комфортно и уютно в доме, где живет ваша мама. Дальше. Пятый дом. Какая хорошая карта, посмотрите, чудесная. Это подходящая любовь, это творчество, и может быть и дети. И видите, карта древорода, даже тут, можно сказать, такая крона большая, зеленая. Если же у вас были какие-то недомовки с детьми, февраль, март – это самое лучшее время, чтобы наладить. И у вас наладится это вот древорода, когда вы налаживаете связи со своим родом, со своими детками. А может быть еще детище, да, детище, дети, детище. Вы выстраиваете какую-то свою линию, да, открываете линию свою, может, в бизнесе, дело свое открываете. Или тем, чем вы любите заниматься. Картины, музыка, поделки. Ну, все, что вы хотите. Видите, у вас февраль месяц просто вообще благотворный такой, знаете, приносящий свои плоды. Видите, такое дерево раскидистое, хорошее. Начинайте заниматься, все получится и пойдет на ура. Шестой дом. Здоровье, служба, работа. Ну, здесь какие-то перелеты. Возможно, командировки. Если это работа, значит, какие-то командировки. То же самое, если вы учитесь, может быть, вы поедете обучаться куда-то, да, по обмену, там, студентами или еще, мало ли, что-то такое. А может быть, вас в лагерь Артек, допустим, да, отправят куда-то перелетать. Ну, какие-то перелеты деловые будут. Похожи очень на командировки. Вот на такое вот здоровье. Здоровье – это хорошее, потому что птица с расправленными крыльями, с раскрытыми крыльями – это всегда положительность. Это всегда говорит о крепком здоровье, о сильном, о ваших возможностях. Если вы можете летать, значит, все у вас в порядке со здоровьем. Здоровье хорошее по работе и по учебе. Кстати, да, еще если вы хотите устроиться на работу по этой карте, ищите работу где-то там, где она не рядом с вами. Где-то надо улететь, да, или переехать, чтобы найти работу не там, где вы сейчас живете. А может быть, эта работа должна связана быть именно с командировками. Такую работу ищите, и будет вам счастье в феврале и марте. Дальше давайте посмотрим. Седьмая карта. Седьмой дом – это жениль, партнерство, это явные враги. И здесь такой бодуар, да, бодуар. Таинство. Знаете, такое впечатление, что вы не хотите раскрывать какие-то карты, да, рассказывать. Такое расслабленное состояние. Если вы в паре, вы не захотите ничего менять, вам так комфортно вдвоем, так спокойно, приятная такая атмосфера, приятная. А вот если вы ищете партнера, то навряд ли вы по этой карте вы найдете, потому что вы не захотите. Вот февраль-март такой какой-то лень, матушка к вам придет. Вы захотите просто поваляться на постельке и ничем не заниматься. Не захотите никаких партнерских отношений, что касается по работе и в личной жизни. Но это такое тепло, уют, вам так будет комфортно в том состоянии, в котором вы сейчас пребываете. Ничего, перемен каких-то по этой карте нет. Не захотите, однозначно. Восьмой аркан, восьмой дом, это трансформация, это деньги ваших партнеров, это кредиты. И вы видите такую косу, знаете, коса, сбор урожая. Что-то вы должны скосить, чтобы новое что-то пришло. Или сбор урожая, да. Но кредиты по такой карте брать нельзя. Февраль-март месяц однозначно возьмете кредит, потом не сможете отдать. Нет, а вот деньги вашего партнера вполне вы можете забрать, знаете, как, скосить все денежки. И может быть куда-то, ну, знаете, вот по этой карте, может быть, даже финансы уйдут вместе, вы с партнером потратите на что-то. Деньги партнера потратите вместе на что-то. Не то, что он вам даст, да, и вы заберете. А вот деньги, если будут получены вашим партнером или партнершей, то вы вместе сможете их куда-то потратить. И причем подчистую, вот подчистую можете потратить. Но смотрите, у вас финансовая и так, такая тяжелая обстановка, поэтому все-таки совет вам не тратить все деньги, оставить их, придержать. Давайте посмотрим следующую карту. Карта у нас девятая, девятый дом, это высшее сознание, философия, а также путешествие. И видим такую лисичку, хитрую, дипломатичную. Знаете, здесь вам совет, если вы хотите чего-то достигнуть и также пофилософствовать, да, вам нужно быть вот таким вот дипломатичным человеком, где-то проявить свою хитрость, мудрость, дипломатию, как вот эта лисичка, да. И цвет, всегда я говорю, обращайте на цвет рыжий, февраль месяц, февраль и март, рыжий цвет. Может быть, вы захотите в рыженький цвет покраситься, да, или что-то рыжее одеть. А может быть, человек, который что-то в рыжее будет одет или в рыжее покрасится цвет волос, да, рыжий. Ну, это не всегда покрашено, да, это бывают рыжие люди, как солнышки, да, вот что-то будет, отношения какие-то. Я не говорю там любовная сфера, а именно, может, вы запишетесь на какие-то курсы йоги или еще куда-то, просветление, просвещение вот с таким вот человеком. Или вам нужно быть таким, или вот к такому человеку вы будете тянуться. Обратите на это внимание. Теперь посмотрим следующую карту. Десятый дом. Это карьера, судьба, честь, уважение. Видите, замороженная такая у нас гора. Говорит о том, что, ну, февраль, март – это не то время, когда вы будете менять свой статус. То есть замуж, навряд ли, вы выйдете или развестись, если хотели, не разведетесь. Или же там карьера по службе вниз, вверх. Тут нет, не будет. Вот все в замороженном состоянии, то есть вот в том состоянии, в котором вы пребываете, все так и останется. Да, в общем-то, и вот посмотрите, партнерские отношения. Вы не хотите ничего менять, предпринимать. И по карьере ничего статусу не меняете. Так что все остается пока что так, как есть. Одиннадцатый дом. Цели, друзья, встреченная любовь. И здесь мы видим, но опять-таки, друзья на расстоянии. Такая магия, третий глаз открывается. Знаете, может быть, вас друзья подвигнут к какому-то именно открытию вашему третьему глазу. Может быть, вот вы с чем-то будете заниматься, да, с друзьями. Или вот друзья, которые далеко живут, может быть, вам посоветуют чем-то заняться. Но вы будете или общаться о магии с друзьями издалека, или поездки далеко, или вы поедете далеко, будут какие-то паломнические поездки, что у вас там третий глаз откроется, озарение какое-то пробьет. Вот что-то такое будет однозначно. Однозначно. Двенадцатый дом. Смотрим. Это духовные обязательства. Это коллективное, бессознательное. И мы видим карту сад, общение. Вот как ни странно, да, двенадцатый дом – это такое сокрытое что-то. Это закрытое. Духовные какие-то могут быть практики. И закрытый дом. А тут, посмотрите, открытая карта, карта сад. Когда вам не то, что нечего скрывать, а вы захотите быть на виду, вы хотите общаться с людьми. Или, может быть, вы в массы будете нести какие-то философские познания. Или наоборот, знаете, как философ, общаясь с людьми, делать какие-то выводы в феврале-марте. Вот такой вот был расклад. И мы еще с вами возьмем карты золотой оракул или нормал. И посмотрим, исполнится ваше желание февраль-март или нет. Сейчас посмотрим. Исполнится желание ваше февраль-март или нет. Так. Ух ты ж, какая карта! Ну, это просто чудо! И вот наперекор всему, что... Вот смотрите, все-таки, дорогие майораки, вот вы скрытные люди. Даже здесь вы скрываете о каких-то отношениях, не хотите показывать. Даже карты вас не могут раскрыть, насколько вы скрытный человек. Будет вам предложение руки и сердца. Однозначно. Но просто вы все это держите в тайне. Держите, вскрываете, молчите. Не хотите говорить, не хотите спугнуть эту ситуацию. Чудесная карта. Февраль-март. Ждите предложение руки и сердца. Но еще, знаете, кто уже не ждет, допустим, кто уже в браке, это только усилит. Это может быть партнер подарит вам какой-то, преподнесет подарок. Укрепляться узы ваши, да? Вот что-то такое будет, объединение. Но это прекрасное кольцо. Это всегда именно предложение какое-то. Вот такой вот был расклад для дорогих моих раков. И сейчас мы с вами соберем эти карты и будем делать для колесниц. Расклад для колесниц. Собираем эти все карты. Еще раз повторю. Колесницы. Это пограничный знак между раком и между львом. И предыдущее, конечно, видео. Посмотрите между близнецами и раком. Корабли. Тоже посмотрите это видео. Итак, дорогие мои колесницы, делаем расклад для вас. Расклад гороскоп. 12 домов. Просмотрим каждую сферу. Первый, второй. Ох ты ж, третий дом. Прям что-то летит тут. Заморозка какая-то. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый дом. Одиннадцатый. И двенадцатый дом. Так, смотрим. Первый дом для дорогих моих колесниц. И мы видим карта тучи. Сразу вспоминаю песню, да, Иванушки? О тучи. Тучи, да? Тучи как люди. Смотрите, значит, как вас видят люди. Это личность, внешние данные, то есть физическое проявление. Люди вас будут в феврале и марте видеть как тучного человека. Это может быть и лишний вес. Это может быть и тяжелый характер. Это может быть всегда такое хмурое лицо. Поэтому вам подсказка. Расслабьтесь, будьте легче. Люди подтянутся. Иначе люди боятся общаться вот с такими людьми, понимаете? А тучность, тучность, это действительно может быть вес. Вот видите, такая круглая, рыхлая туча. Возможно, вам эти карты подсказки, что пора садиться на диету или делать какие-то физические упражнения. Теперь давайте посмотрим второй дом. Второй это ценности, это самоценности, деньги, расходы ваши. Здесь такой крест стоит на ваших деньгах. Февраль, март. Нет поступлений. Навряд ли вы получите какие-то поступления крупные. Поэтому, кто смотрит сейчас видео, это до февраля, до марта месяца. Постарайтесь что-то отложить. Отложить деньги, приберегите для февраля. Потому что поступлений таких крупных не будет больших. Или, знаете, еще крест. Это может обозначать, что вы потратите все деньги и все. Вот крест, все. Нет больше денег. Может, вы какую-то крупную покупку собрали сделать и все. Потратили под нулек, понимаете? Вот такое тоже может идти. Третий дом. Дом – это ваши братья, сестры, соседи, общение, передвижение. Также купля-продажа, ремонт машины. Третий дом – гора замороженная. Ну, я могу сказать, что навряд ли вы будете очень сильно общаться со своими братьями, сестрами, соседями. Кто хочет купить машину не самое благоприятное время – февраль, март месяц – воздержитесь от покупки машины. Не получится или что-то будет не так. Так, ремонт машины, продажа машины – нет, не пойдет. Не самое лучшее время. Или до, или позже делайте. Но не в феврале, не в марте. Дальше. Четвертый дом. Четвертый дом – дом матери, отчий дом. Это дом привычки, это безопасность ваша. И видите, как прекрасно лежит этот якорь. Вообще просто ему комфортно, хорошо. Это в доме вашей матери вот так же комфортно, и вам будет хорошо. И настолько хорошо, что вы вот просто сидите дома, никуда безвылазно, не хотите идти гулять, не хотите общаться. Вам хорошо. Вас мамочка оберегает, кормит, поет, понимаете, над вами трясется. Вот так. С одной стороны, конечно, это очень хорошо. Такой якорь, когда вам спокойно, и вы уже пристанище свое нашли. Но с другой стороны, если вы хотите найти вторую половинку, то иногда надо все-таки вырываться из отчего дома. Но дома вам будет хорошо и комфортно. Не захотите уезжать от мамы, от своей. Дальше давайте посмотрим. Следующая карта. Пятая. Пятый дом – это подходящая любовь, это творчество и ваши дети. Пятый аркан. Могу вам сразу же сказать, знаете, с детьми будут такие отношения на ножах. Знаете, как коса на камень. Вот здесь прям коса камень, да. Тяжелые отношения, полное непонимание. Вам нужно переждать. Будьте мудры. Вспомните, что вы тоже были подростками, что вы тоже были детьми. И у детей, особенно в переходный возраст, бывает какие-то, вот знаете, переклинивает, скажем, да. Поэтому подойдите к этому вопросу, понимающие. Перетерпите это время. Пройдет февраль-март, и, возможно, отношения ваши устроятся и наладятся. Что касаемо ваших хобби, каких-то начинаний, проектов, нет. Лучше в это время этого не делать. Потому что, вот как коса на камень, да, это пойдет, будете открывать, допустим, предприятия, какие-то организации не будут добро давать или еще что-то. То есть, ну, нет, это не самое подходящее время. Дальше смотрим. Шестой дом. Это у нас работа, здоровье, служба. Это учеба у нас. Ну, видите, тут лисичка такая стоит. Ну, знаете, звериное здоровье. Давайте так рассуждать, да. У зверей, у них, у всех хорошая, и хороший иммунитет. Намного лучше, чем у людей. Потому что все-таки это животные, здесь выживают сильнейшие. Значит, у вас будет здоровье превосходное. Что касается работы, вам нужно быть вот такой хитрой лисой, хитрой лисичкой, дипломатом, чтобы вам везло в работе. Если же вы будете прямолинейно что-то делать и говорить, да, то вам вот эта лиса, значит, рядом с вами есть такая хитрюга, которая будет палки в колеса ставить. Поэтому будьте хитрее и мудрее вот этой лисы. Скажем так. Седьмой дом. Это женитьба, это партнерство, это явные враги. И вы видите здесь плетка и метла. Это такие чистки, скажу, расчищаете дороги пути. Возможно, вы захотите расстаться с партнером или партнершей, подчистить вот этот промежуток своего времени, который вы встречались с этим человеком, подчистить, знаете, себя, может быть, даже магическим способом, а может быть, самостоятельно, может, всех партнеров от себя хотите уже отвадить или бросить, понимаете? Потому что вы хотите начать новую жизнь после чисток. Это чистки однозначные. Почистить своё пространство, закончить отношения с одним партнёром, чтобы потом начать с другим. И то же самое, что касается в работе, что касается по службе, в учёбе. Вот кого-то убрать из своей жизни, вычистить пространство и дороги расчистить. Восьмой дом. Это трансформация. Это чужие деньги, деньги вашего партнёра и также кредиты. Ну, карта мага говорит о том, что всё в ваших руках будет. Заходите взять кредит, кредит вам одобрят. Если вы захотите попользоваться деньгами вашего партнёра, вполне, вполне реально. Только не забывайте, если вы хотите с ним расстаться, а то брать деньги и тратить, то это тоже не совсем красиво и честно. Но всё в ваших руках. Здесь всё в ваших руках. Деньгами вы спокойно будете пользоваться партнёром, потому что, видите, своих денег как таковых не будет, а вот деньги партнёра будут, и вы их спокойно будете присваивать и тратить на свои нужды. Всё будет хорошо. Партнёр – это муж, жена, человек, с которым вы встречаетесь или живёте. Далее смотрим. Девятый дом. Перелётная птичка у нас. Это высшее сознание, философия, а также путешествие. Однозначно февраль-март какое-то путешествие. Берите, не задумываясь путёвку, и отправляйтесь в путь. Это будет увлекательное, чудесное путешествие, перелёт. И также вы насладитесь мало того, что какими-то достопримечательностями, куда вы поедете, вы ещё философски отнесётесь к каким-то моментам. Вы сделаете выводы какие-то, пофилософствуете над жизнью, что ли, да? Но однозначно поездка вам принесёт большое удовольствие. Февраль-март. Берите, езжайте. Десятый дом – это карьера, судьба, это честь и уважение. И тут вы видите чудесную карту. Сад у нас такой, да? Сад. Кто, знаете, по карьерной лестнице, если вы хотите подняться по карьерной лестнице, вам нужно побольше общаться. Вот сад – это общение с людьми. Если вы вот в заперто, вот как у мамочки в доме сидите и ничего не хотите предпринимать, общаться и всё, ничего не будет. Здесь тоже вот как всё в ваших руках. Если вы будете общаться с людьми, налаживать связи, вы пойдёте наверх по ступенькам. Если же то же самое, вы хотите поменять свой социальный статус, допустим, выйти замуж, жениться или ещё что-то, вы тоже должны общаться, общаться с людьми, чтобы найти себе человека. Если вы будете убирать из своей жизни одного партнёра, естественно, вы должны общаться, привлекать к себе внимание, чтобы найти второго партнёра, правильно? Следующего, да, так скажем. Вот, поэтому общение, общение и только общение, если вы хотите свой статус каким-то образом продвинуть. Конечно, если вас устраивает всё в жизни, на работе, там, в отношениях, то, естественно, смысла нет и здесь что-то предпринимать или общаться. Дальше. Одиннадцатый дом. Это цели, друзья, это встреченная любовь, может быть, друзья вдалеке, и тут даже собака, друг, да, и открытая дверь, что он вас ждёт. Это говорит о том, что дальние друзья, которые вот далеко, в другом городе, в другой стране, они вас ждут, они приглашают вас в гости, их двери открыты для вас, они рады вам. И вот, кстати, полёт, перелёт, это, возможно, вы и полетите, а может быть, вы полетите куда-то, в какую-то поездку далеко, и там найдёте своих друзей. Вот, может быть, и такое, с которыми вы просто задружитесь, и двери этих друзей будут открыты для вас. Вполне вероятно, возможно, по этим картам. И смотрим, двенадцатый дом у нас, это духовное обязательство, это коллективное, бессознательное, и вы видите здесь карта с медведем. Медведь, он всегда такой вот мощный, сильный, это, знаете, такое, как вот начальник, вот прям кулак у меня, да, стукнул по столу, я сказал, так и будет. И двенадцатый дом, когда вам нужно будет уйти в себя, взвесить все за и против, вы взвесите, но вы поймете, что вы всегда были правы. Вот по этой карте медведь, он всегда прав, из-за того, что он физически сильнее других. Вы можете, конечно, философствовать, да, но в любом случае вы сделаете выводы, что вы всегда правы, и все правильно то, что вы говорите. Скажите, ну вот, я как всегда прав, понимаете, я вот тогда-то говорил или что-то делал, и оказался прав. Вот так. И давайте сейчас посмотрим, еще возьмем золотой оракул Ленорман, посмотрим, что же у нас здесь. Исполнится ваше желание или нет, февраль, март. Подумайте хорошенько о вашем желании, подумайте. Думайте, загадывайте реальные желания. Смотрим. Крысы. Нет, не нравится мне эта карта. Как, знаете, как крадник, заберу тут, что вы хотите, как будто бы хотят присвоить, что-то присвоить по вашему желанию. Ну-ка давайте, не нравится мне эта карта, давайте еще достанем, посмотрим, что вообще происходит с вашим желанием. Клевер. Клевер. Знаете, не загадывайте больших желаний. На вас люди смотрят, вам завидуют и всегда большой кусок смогут у вас забрать. А вот загадывайте меньше. Клевер, это исполнение желаний, но это что-то маленькое, это небольшое. Вот если меньше будете думать и загадывать, вот маленькие желания у вас исполнятся. Вот саму, понимаете, выскочила, поэтому оставлю я эту карту, карта ключик. Ключик, что-то узнаете еще, разгадайте тайну. В феврале, март это будут какие-то разгадки у вас. Узнаете о чем-то. А может быть, знаете, вы хотите узнать, кто ваш враг, кто вот эти крысы, которые постоянно на ваши покушаются. И возможно, вы узнаете об этом. Вот может быть, еще и так эти карты, интерпретация этих карт. А по клеверу загадывайте маленькие желания. Знаете, как курочка по зернышку клюет. Вот, и они будут исполняться. А большое не надо. Ну, вы узнаете, кто вам делает гадости. Вот такое было гадание, подсказка для дорогих моих колесниц и для раков. Я надеюсь, они вам были интересны и понравились. Ну, конечно, если вы хотите, чтобы исполнились ваши желания, открылись все дороги, и пути, пальчик вверх и слово благодарю или какой-то смайлик. Тем самым, вы открываете себе дороги и пути. Ну, кто пальчик не ставит, конечно, преграждает все свои пути, поэтому думайте, когда что-то делаете. Подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик, будет еще очень много интересной информации. Я вас всех очень сильно люблю и желаю вам всем без исключения здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok